Ты снимаешь максимально на мордяки. Мордяка, сиди, пожалуйста. Ты у нас основной спикер, я... Ребята, всем привет. Сегодня, как говорит вот этот человек, с особым цинизмом представляем магазин в Сафари, город Днепро. И вот такая вот интересная вещь. Это травматический пистолет SA-911A в алюминиевом исполнении. И, собственно, хотим поговорить сегодня мы о своих впечатлениях. Посмотрели, нам рассказал создатель, мастер о том, как его делал, создавал муки творчества. Мы постреляли, покрутили и попытаемся сегодня немного рассказать о своих впечатлениях. Но обсудить некоторые моменты, я думаю, у каждого человека, у каждого пользователя могут быть свои какие-то пожелания, замечания и так далее и тому подобное. Ну, что ВОХОСТАР скажете по поводу данного устройства? Ну, ваше мнение. Во-первых, первый вопрос, который напрашивается, это пистолет существует в двух основных версиях. Это с алюминиевым корпусом затвора и с остальным корпусом затвора. И, как бы, понимают, что с точки зрения покупателя это всегда будет выбор, дилемма, какой же брать, какой интереснее. Очевидные выводы напрашиваются на то, что алюминиевый корпус затвора, а напомним, что здесь только корпус затвора алюминиевый, потому что само тело затвора. Понимаю, что для обычного пистолета термины немножко путаются. Но сам затвор здесь стальной, здесь алюминиевый только корпус. Я попытался, ну, я делал такой обзор, конечно, немного, я там и попытался показать эту деталь. Ну, да, в общем, очевидно, очевидно, что алюминиевый корпус затвора будет легче, соответственно, он будет более транспортабельный, соответственно, для маневрирования пистолета будет больше возможностей. Но, тут нужно понимать еще одну вещь. Малая масса тела затвора компенсируется более тугой пружиной, возвратной пружиной. Соответственно, взведение пистолета с алюминиевым затвором, оно будет несколько, как правильно, туже, да? Да, для более сильных рук. Да, черно. Цепкость пальцев, во-первых, потому что нужно... Это будет одно из замечаний, скажем так, что угол наклона насечек немного не совсем стандартный, как вы видите, но это мы и позже скажем. Просто за счет того, что более тугая пружина и угол как бы на себя могут быть некоторые нюансы, вот именно со взведением тугой пружины. Ну, тут понимаешь, как говорил в свое время Габриэль Суарес, если вам пружина тугая, может, вам не надо заниматься стрельбой? Ну, то есть, как бы, ну, все мы как бы взрослые люди, да, и... Понятно. Я для себя проблемы в этом не уверен. Но тут уже важно понимать, что пружина, возвратная пружина более тугая, чем на пистолете с остальным корпусом. Да. Ну, здесь полностью пружина раза в два, наверное, я так посмотрел. Ну, полтора такая. Да. Во-вторых, то, что касается транспортировки, дополнительного оборудования, сумки, кабуры и всего остального прочего, пистолеты в габаритах одинаковы. С технической точки зрения, насколько я понял, разговаривая о создателе пистолета, они отличаются. Потому что, ну, это банально микроны, алюминиевый затвор, он при нанесении покрытия... При термообработке. При термообработке. При термообработке, нанесении покрытия... Ну, там минусовая температура, но тем не менее. Да. И на какие-то доли, там, микронов, доли миллиметров, алюминиевый затвор, он меньше. Ну, это технический нюанс с точки зрения пользователя. Кабуры будут взаимозаменять. В кабрах там допуски такие, что эти микроны... Я понимаю. Я имею в виду, в первую очередь, кабуры строгого хранения. Имеется в виду из кайдекса, пластика, с системой там запирания и всего остального прочего. Я это имел в виду. Вот. Дальше. То, что касается алюминиевых и стальных затворов. С точки зрения стрельбы. Дело в том, что, если рассматривать сам акт стрельбы, выстрел, да, то, соответственно, инерция алюминиевого затвора меньше, гораздо меньше, чем инерция стального затвора. И даже на таких маломощных, в принципе, маломощных патронах, как травматические, 9PA, инерция затвора алюминиевого ощущается намного меньше, выстрел, соответственно, комфортнее. И мне показалось, что сплитует пистолет с алюминиевым затвором намного интереснее и веселее, чем пистолет с остальным затвором. Сплит получается более уверен, контроль над пистолетом более, такие, хватский, да. В этом смысле алюминий интереснее. То, что касается надежности. Дело в том, что... Дело в том, что... Давайте, для наглядности, еще раз в который раз разберем. И... Неудобно. Неудобно. Да, пожалуйста. Ну, лично я скажу, пока ты не продолжил, по поводу стрельбы с алюминиевым затвором. Мне вот пистолет этот просто реально очень мягкий. Работа, ну, просто шикарная. Опять-таки, из-за малой массы. Так, именно, да. Вот стальной он, я бы сказал, легается довольно сильно так. Алюминиевый, я взял на такое ощущение, вроде как бы он как... Ну, кашка, наверное, можно снять. Объясню. В чем смысл? Ну, оно такое... Вот оно видно на кадре, что он как бы дергается. Мы попробуем вставить. Почему возникает такой диссонанс? Ну, он легкий и он мягкий. Если кто понимает, к вопросу, знаешь, подрессоренная и неподрессоренная масса подвеска. Ну, здесь то же самое по аналогии. В стальном пистолете... Да. В стальном пистолете масса рамки и масса затвора отличается более существенно, чем в алюминиевом затворе. Здесь масса затвора, она ближе к массе рамки. И, соответственно, там масса, общая масса, соотношение общей массы пистолетов, масса затвора, здесь будет, ну, стремиться к тому показателю, когда импульс отдачи ощущается меньше. Да. Может, неправильно будет сравнивать, вот, скажем, если брать тот же, как обычно сравнивают отдачи калашей и арок, например, да? Нет, там совершенно другой принцип. Подожди, 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 я объясню, что я имею в виду. То есть, когда у тебя, ты удерживаешь, у тебя масса вверху работает, ну, то есть, вектора направленности, грубо говоря, когда у тебя тяжелая масса бегает вверху, она у тебя в конечном положении делает вот так. А когда у тебя легкое, и оно низко, низкая масса или легкий, он, как бы, плавно идет просто это все в руку, то есть, нету вот этого в конечном положении удара такого сильного и тяжелой массы, которая, как бы, во время касания, она еще дополнительный момент создает. Проще говоря, импульс отдачи легкого алюминиевого затвора намного меньше, чем импульс отдачи тяжелого стального. Так вот, возвращаясь к вопросу о композитности этого самого затвора, вот мы видим корпус алюминиевый, и, собственно говоря, это деталь, которая несет все нагрузки, выполненные из стали, и прячется как отдельная деталь именно в кожухе затвора. Ну, кожух затвора, здесь термин, конечно, малоупотребим, ну, скажем так, это как педальки-качелики, но смысл именно... Не согласен, вот именно кожух затвора для пистолета более малый. При этом нужно понимать, что зеркало, ну, не зеркало затвора, а та часть затвора, которая запирает патрон в патроннике, она бьется не по алюминию корпуса, по стволу, да, а по... Задней части ствола патроннику. То есть, мы исключаем тот фактор, когда у нас сталь работает по сталь, вернее, не исключаем, а сохраняем, да, сталь работает по стали, а алюминий работает по алюминию. Кроме всего прочего, в пистолете с алюминиевым затвором, корпусом затвора, здесь и направляющие, по которым ходит сам затвор, также выполнены из алюминия. Алюминиевая рама направляется. Это, как бы, может быть, не совсем позитивно складывается на коэффициенте трения, потому что алюминий по алюминии трется гораздо хуже, чем стать по стали, например, да? Но в данном случае для работы это не важно. Важно то, что не изнашивается алюминиевая часть, работая по стальным деталям. Ну, то есть, ресурс у него может быть больше, просто, возможно, из минусов будет только смазывать ее чуть чаще надо, например, чем стальной. Да. Хотя, честно говоря, тоже зависит от патрона. Вот мы сначала начинали стрелять патронами Safari, это SA, SA не называется, да? Да. Тот же производитель, тот же, который производит данный пистолет. Вот. И патроны работали. Вот у меня на алюминиевой ни одного затыка, ничего нет. Взяли другие патроны, не будем называть. Вот сейчас эти патроны. В итоге несколько было утыканий, надорванных куски резины внутри были на входе уже в дульное сужение. Нет, в дульное сужение, сам патронник здесь. Вот. И когда сняли затвор, было все вот остатками пороса, вот эта копоть, так это очень грязные патроны. Как бы, это все будет негативно, естественно, влиять, когда оно все здесь будет оседать, то есть увеличивается трение. Если его после каждой стрельбы не чистить, то могут быть проблемы. Ну, это тоже... Особенно, если здесь точная подгонка, прецизионная, поэтому... Это тот же принцип, как... Ну, стоит ли бояться алюминия, по той же аналогии с аркой. Наверное, мы убеждаемся, что не надо. Арка вся из алюминия и пластика сделана, да? Кроме там основных деталей ОСМа и ствола. Да. Так вот, смысл в том, ты говоришь про смазку, сразу вспомнилась. Все знают, что арка хорошо работает, когда она мокрая, да? Вот чем больше смазки, тем она работает надежнее. Я думаю, что в отношении этого пистолета это не лишено смысла в том плане, что полозья скольжения затвора, да, их тоже желательно держать всегда в смазанном положении. И я бы сказал, что здесь больше уместна не традиционная смазка, а сухая и тефлоновая. То есть она не создает ощущения жирности, ее не видно, как-то когда-нибудь течет, она... Течь не должна. Да, а детали все время будут смазаны. Потому что в любом случае пистолет, особенно пластик, когда попадает... Ну, кто пользовался, наверное, знают, когда смазка попадает на пластик, он практически неуправляемый становится. То есть оно все вот это скользит, вот это... Ну, грязные руки во время стрельбы ни с того ни с чего, ну, это неприятно. Это и ни к чему. Помимо, что это не безопасно, у тебя меняется хват. У тебя могут, а ну, вот это вот, начинаются все вот эти телодвижения, вернее, пистолеты-движения. Я на этот термин придумал. В руке, когда он мокрый, это будет не очень хорошо. Прокрой не будем, он говорит, ладно. Почему? Когда руки в крови. Почему не будем? Хотя, может, к самооборонному оружию это имеет смысл, конечно. Ну, потому что, по сути дела, это оружие последнего шанса, когда уже никакие доводы... Давайте я соберу. Мне просто не... Чтобы он не выстрелил в потолок. В смысле, затвором не выстрелил. Ну да. Так, есть. Так, конечно, так не будет. Ну, я шире неудобно. Неспроста. А я понял, где я порезался. Вот и руки в крови. Не, ну, у меня было. Я просто обнаружил уже порез позже, но, скорее всего, просто где-то черканул. Ну, самый спорный момент для меня в этом пистолете, неважно, из чего он был сделан, то есть в алюминиевой или в стальной версии затвора, состоит в том, что здесь нету самовзвода. Ну, нету и нету. Мы понимаем этот пистолет как целый ряд инженерных решений, конструкторских, технологических, маркетинговых, логистических. То есть это огромный труд, это честь и хвала ребятам, которые делают его сами, с нуля, сами спроектировали, сами разработали технологические карты. Это все понятно, но... Нюанс, наверное, все-таки ты имеешь в виду, потому что пистолет курковый, поэтому как бы самовзвод просится сам. Я имею в виду то, что с точки зрения практической самообороны, на мой скромный взгляд, все самооборонщики, да, все, кого не спроси, в интернетах все имели, все знают, все понимают самообороне, а по факту совершали... Куча ошибок. Совершали ноль актов самообороны, понимаешь? Так вот, на мой скромный взгляд, патрон должен быть патронники, а курок должен быть на предварительном взводе. Именно в таком положении самооборонный пистолет находится в положении максимальной готовности к этой самой самообороны. Здесь согласен, да. Поэтому при извлечении этого пистолета... Но у меня не так, я не так делаю. И в этом смысле курковые пистолеты вплотную приближаются к страйкеру, то есть когда ты достаешься, сразу стреляешь. Не надо производить каких-то других дополнительных действий. Нету продохранителя как такового отдельной детали, это хорошо. То здесь же для открытия огня нужно предварительно взводить курок. На мой взгляд, в этом пистолете это самый спорный момент. Все остальное, он похож на блок, а это не блок, и прочие вещи. Это просто хайп, это хайп. Да, абсолютно. Пистолет нужно смотреть, нужно вертеть, нужно тестировать, нужно отстреливать. И потом уже принимать решение, покупать или не покупать. Нужно просто банально прийти в магазин, взять руки и посмотреть, нравится ли мне не нравится. А смотря на картинки и хайпить на ту тему, что это блок снаружи, но это не блок, потому что здесь курок. Ну это детский разговор, это просто детский, несерьезный разговор, на мой взгляд. Ну если уже останавливаться на блоке, то просто нужно взять за основу то, что здесь просто, грубо говоря, габариты 19-го приближаются где-то. Ну понятно, что в кобуру родную не подойдет, да. Но есть некие общие черты. Я думаю, здесь частично все-таки присутствует маркетинговый ход некоторый. Вот, маркетинговый. Да? Ну ладно, филолог, уменаж. Нет, маркетолог. Ты же меня поправил как слово произносится, а не то, что... Не об этом ничего. Ты мне смысл забил. В общем, внешний вид, в принципе, особо, не знаю, в данном случае, возможно, как бы, как говорил Семен Семенович, чисто психологический, да? Да, психический оружие. Психологический, не психический. Ну он говорил психический. Психический – это другое. Вот. И поэтому, в принципе, возможно, частично для этого было выбрано тоже этот вариант. Ну а как бы пока это, ребята, о чем говорить? Это первое изделие, серийное уже, которое есть, которое надежное, которое выдерживает 2000 выстрелов без чистки. Ничего не сломалось, ничего нигде работает, в отличие от, извините меня, не будем маминать одну из Винницы, производственную мощность, которая вроде как имеет все возможности, но испоганилась в последнее время и многие жалуются. Ну мы тоже хайпить на этом не будем. Мы говорим о конкретной вещи, и вещь классная. Лично мне понравилась. Смысл в том, что мы вчера смотрели пистолет с корпусом из алюминия, да? Затвор с корпусом из алюминия, который без чистки настрелял 2000 выстрелов. Ну я о нем говорил. Да. При этом ничего не сломалось, ничего не отвинтилось, не распалось, пистолет в полной боевой готовности и готов продолжать дальше стрелять. Так, подожди, мы же с него и стреляли вчера. Если мы рассматриваем этот пистолет в качестве самооборонного, то есть его прямое назначение, то, ну, кто из самооборонщиков настреливает 2000, даже если там регулярно тренируете, это пистолет переживет вас. Если с точки зрения спорта, где настрелы там на порядок выше, здесь, понятно, нужно тестировать и смотреть его дальше. Потому что модель настолько новая, что нету просто банально базы отзывов по нему. То есть никто не может сказать, что будет после 10 тысяч выстрелов. Но все предпосылки говорят о том, что модель вполне рабочая. У меня идея возникла. Я согласен потестить его на 10 тысяч, но у меня нет денег на столько патронов. Ты на меня так смотришь, как будто я должен тебе что-то отнесить. Ну, а вдруг ты меня поддерживаешь и скажешь, так, ребята, давайте соберем Андрюхи на пистолет и на 10 тысяч патронов. Соберем не на пистолет, а на 10 тысяч патронов. И он его протестит. Все отстанет, будут каждый день ездить, считать, сколько патронов. Вот приезжая, 10 пачек сегодня стреляем. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Шучу, конечно, но у каждой шутки есть доля шутки, правильно? Пластиковая рама, абсолютно никаких... Пластиковый корпус рамы. Рама внутри алюминия. Да, да. Ну, если это я цепляюсь к терминам, как зануда. В общем, если у вас собака только похрызет его, или вы там в костер бросите, с каких-то там булажек. Или будете стрелять так, что он у вас начнет плавиться и течь по руке, да? Алюминий. Это не пластик, алюминий. От трения, да. Хорошо, какой мы вывод можем сделать? Ну, рассказываю свое мнение. Очень понравился девайс. Просто шикарная машинка. В плане сбитости не люфтит, не тарахтит, работает чётенько. Очень мягкая работа, меня поразило. Я говорю, ну, у меня не такой большой настрел на пистолетах, в основном и то травматы, но... Я говорю, реально... Да, еще одну вещь заметил, я забыл сказать, что я дожег несколько патронов на своем Т-9 от Эрмы, и хорошо, что был в очах. Постоянно. Я думал, что только на том Винницком пистолете такое есть. То есть в лицо реально там ошметки вот это и остатки порох. Здесь я вообще ничего не почувствовал. То есть стреляешь, такое ощущение, вроде чистый пистолет. А это говорит о чем? Скорее всего, просто прецизионно подогнан патронник. Поэтому некоторые патроны, вот не будем скрывать, потому что честный я вообще, как бы, самый честный обзорщик. Ну, кроме меня, да. В этом плане я никогда не скрываю свои какие-то огрехи и так далее. Значит, на чужих патронах было несколько утыканий. Вот, и это тот патрон, который резина с него потом полезла, да, она оборвала. И все. Родные патроны отработали на ура. То есть нормальные патроны подогнанные. Патронник хорошо сделан. Поэтому, я думаю, мастхэм. Ну, понятное дело, что все-таки... Очень-очень хорошая эргономика. Прицельные приспособления, понятно, да? Тут как бы нет вопросов. Как бы к Глоковским, да, прицельным. Да, да, да. Ну, самый большой плюс этих прицельных приспособлений, это широчайшие возможности по тюнингу. А можно вопрос нескромный? По тюнингу, да. Опять же, на травмате прицельные приспособления. Когда дистанции 3, 5, 7 метров. Мы предполагаем, что он используется для спорта. Для спорта согласен. Ну, для травмата пилить и мушку. Да, кстати, цели цель нечего. Так пилить нету, не надо, я вас снимаю. Да, скрутили и все. Если вы для самообороны носите в штанах... Да, и вазелином бельно смазали. Да. Во-первых, и смазка одновременно не будет попадать сюда всякие... И вам не пользуются, пистолет и комфорт. Всякие жидкости ненужные. Вот. И смазанный заодно, и извлекается очень быстро. Так что... Да, да. И до, и после. Блин. Вот умеете вы все опошлить. Вот умеете вы все опошлить. Не опошли тебя, пошлить. О, посмотри, как я поставил. Ну что, ребята, на этом все. Получилось, как всегда, длинно. Но я надеюсь, что кому-то эта информация будет полезна. Благодарим фирму Самбари. Город Днепр. Ну, понятное дело, что будем ждать реальные отзывы уже от покупателей и владельцев. Подержи так, вы хотите. Подержу, вы хотите. Сильно. Я знаю, что ты хочешь сделать. В общем, что... ВОХАСТАР, Эндрю Забел. Подписываемся на каналы. Делимся ссылками на видео. На каналы. Приходим, покупаем. И пишем. Смотрим, выводимся, фоткаемся, делимся на физку. ПО-ИДРАЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Продолжение следует...